Привет, с вами Sawyer, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня сделаем простейший скрамблер. Это не криптостойкий скрамблер. Почему он не криптостойкий, вы поймете сами по ходу видео. Тем не менее, интересно будет новичкам или людям, которые интересуются хоть немножко криптографией, понять базовые основы того, как, собственно, строится шифрование симметричное, как используется функция XOR и почему она не обладает криптостойкостью, как многие думают. На самом деле, криптостойкостью обладает ключ. Ну и в конце будет небольшое задание, которое позволит вам бесплатно получить подписку, платную подписку, стрим, архитектурные стримы, которые у меня публикуются на сайте Sawyer Pro. Сразу скажу, что первый, кто дешифрует сообщение, зашифрованное с помощью нашего скрамблера, тот и получит эту подписку. Там будут условия, зашифрованные, в общем-то, в этом сообщении. Окей, что у нас будет? У нас будет один файл на TypeScript, назовем его SimpleTS. Это простой способ шифрования. Повторяюсь, не криптостойкий, это просто вводное видео, чтобы вам было интересно поразбираться с криптографией самим и понять, в чем проблема-то криптостойкости ключа. Ну и во второй части экрана мы будем смотреть на результат выполнения этой функции по мере написания кода. Значит, процесс шифрования будет чрезвычайно простым. Он будет реализован с помощью XOR функции. У нас будет, соответственно, сообщение. Оно будет через XOR накладываться на ключ и будет получено зашифрованное сообщение. Насколько вы знаете, XOR замечательно тем, что это симметричная функция. Соответственно, далее мы можем взять наше криптосообщение. Вот так вот. Наложить его снова на ключ, на тот же самый ключ и получить оригинальное сообщение Message. То есть в этом смысл симметричного шифрования. Соответственно, ключ является секретом, который нужно хранить. И вот если ключ недостаточно криптостойкий, то шифрование не является криптостойким. Его легко взломать и легко дешифровать сообщение. Поэтому, вспоминая про шифр вернамы, здесь не стоит его приплетать. Это вообще не из той области. Значит, нам понадобится, соответственно, ключ. Ключ мы будем делать не сами. Мы сделаем как раз функцию генерации ключа на основе random. Random будет не криптостойкий, поэтому и ключ будет не криптостойкий. Сейчас вы все поймете почему. Поэтому давайте начнем с того, что сделаем свою функцию, которая будет генерировать массив случайных чисел с помощью линейного конгруэнтного метода. Про него я уже как-то делал видео. Поэтому давайте я просто начну писать код. И надеюсь, станет всем гораздо интереснее. Значит, делаем функцию, которая называется randomArray. У нее есть длина. Ну, пускай дефолтная будет 10. И нужен seed. Ну, пускай он тоже будет у нас числом. И начальник, пускай с двойки начинается. Соответственно, результатом будет массив чисел. Окей. Так, теперь приступаем непосредственно к реализации нашего метода, линейного конгруэнтного метода. Он очень просто реализуется. Там есть несколько констант. Константа a, c21. И присваиваем. Вот эти числа 45, 21 — это числа из таблички для линейного конгруэнтного метода, потому что они дают как раз возможность генерировать цепочку, длинную цепочку неповторяющихся чисел, которые закольцованы между собой. То есть нужно почитать про этот метод, чтобы понять лучше, почему именно такие числа. Ну, вот для нас пускай это будут магические числа, которые должны быть. Это одни из многих чисел. Дальше возьмем, ну, длину, например, максимальное значение m128. И, собственно говоря, делаем саму функцию rent. Она выглядит следующим образом. Seed. У нас a умножается на seed, добавляется c, и по модулю берется m. Соответственно, здесь легко понять, что в данной функции максимальное значение будет 127. И, соответственно, 127 случайных значений, не повторяющихся, мы сможем с помощью него получать. Это ограничение, которое вот за счет нашего модуля достигается. Так как нам нужно вернуть массив, давайте его и вернем. Значит, он будет длиной l. Запомнил. Заполним его начальными нулями, а потом, собственно говоря, пробежимся рандомом. Проверим, что все работает. Для этого мы сделаем random array. Ну, допустим, 5 чисел в нем будет. Никакой seed мы задавать не будем. Давайте проверим, что все работает. Так, да, вот в правой части у нас появилось 5 случайных чисел, псевдо-случайных. Ну, и чтобы показать, что у нас все это закольцовано, вот смотрите, если мы берем здесь, ставим единицу, у нас первые, извините, чисел-то 5, seed единицу. Значит, у нас первое число будет 66. Теперь, если мы берем, ставим модуль 129, понятно, что по модулю 128 это будет тоже единица. У нас опять будет, ничего не меняется, потому что опять будет первое число 66. То есть, по сути, после 129 наши последовательности начинают повторяться. Если мы возьмем 128, это будет соответствовать seed 0. Те же самые числа будут. Вот вы видите это на экране. То есть, таким образом, мы получили некую последовательность случайных, псевдо-случайных чисел, который мы будем использовать в качестве ключа. Дальше. Мы хотим сделать сообщения, которые будут выводиться на экран, поэтому нам нужно использовать только те символы, которые могут быть, печатные символы, которые могут быть выведены на экран. Поэтому давайте мы введем свою кодировку. Назовем ее chartset. И вот, собственно говоря, последовательно все символы латинского языка введем для начала. Все символы не должны в этой кодировке повторяться, потому что это кодировка. Значит, потом введем большие заклавные буквы. Так. Ну и давайте теперь введем кириллицу. Так. Некоторое время у нас это займет, но недолго. Да, то есть теперь большие буквы кириллицы. Так. Отлично. Теперь нам понадобится функция, которая будет переводить нашу кириллицу, точнее наши символы в строке в их значение в виде кодов, где кодом будет являться порядковый номер в нашей кодировке. Вот chartset, например, символ q должен обладать кодом 0, w кодом 1. То есть порядковый номер в нашей кодировке, это и будет значение, числовое значение этого символа. Давайте мы сначала сделаем такую маленькую заготовку, то есть chart to num. И, соответственно, вот такой вариант должен нам вернуть 0, потому что в нашей кодировке q является нулевым символом. Сейчас он, естественно, вернет ошибку, поэтому нам нужно реализовать chart to num, где у нас будет, соответственно, символ c, который, так как у нас нет TypeScript и hr, у нас он будет строкой, а результат будет возвращен как number. Значит, нам нужно сразу предусмотреть ситуацию, когда у нас символ, который мы задаем, не содержится в нашей кодировке. То есть мы находим index of c. Если индекс равен минус единице, то давайте выбрасывать исключение. Почему? Потому что мы можем забыть какой-то символ, пропустить, и мы не сможем его закодировать, это будет ломать наш алгоритм. Поэтому мы здесь бросаем исключение, в котором пишем, что символ c не задан к кодировке. Так вот, какое-то вот такое сообщение мы выбрасываем, в противном случае мы возвращаем индекс. Теперь мы можем у нас все это запустить, да, и вот видите, в правой части выдался нолик наш, который говорит о том, что эта функция работает. Теперь нам нужна функция, которая будет делать ровно обратное. нам to char, да, преобразовывать полученный символ в, точнее, преобразованный код, преобразовывать его в символ. Вот такая тавтология получается. Значит, function нам to char, наоборот, будем получать код, который будет являться числом, а возвращать строковое значение. Так, теперь мы также можем сказать, что const char, пускай будет char set code, да, и если у нас нет этого символа, тогда мы должны бросить исключение по аналогии, что у нас этот символ не может быть символ, точнее, нет, не символ, а код, не представлен кодировке. Так, и в противном случае возвращаем наш char. Так, сохранили, и вот сейчас на экране должно появиться q. Все правильно. Ну, если мы, например, сейчас возьмем какой-нибудь пробельчик, сохраним, его нет в нашей кодировке, это печатный символ, вот у нас, собственно, выдается сообщение, что символ, так как это пробел, он никак не обозначен, его не видно, ну, можно в кавычки это взять. Давайте так вот сделаем, в кавычки возьмем, чтобы стало понятно, что символ-то есть, просто его не видно. Сейчас кавычки появятся, и станет заметнее, что символ не задан. Ну, соответственно, мы, если хотим теперь, чтобы он появился, давайте мы его возьмем и добавим. Ну, давайте еще добавим до кучи цифры и пробел. Вот такая у нас получилась кодировка. Окей, теперь у нас все хорошо, символ пробела не виден, ну, теперь у нас мы можем любой символ, собственно говоря, закодировать. Ну, и, соответственно, если у нас появляется желание сделать два символа, три символа, то будет ошибка, потому что индекса не найдено, и, соответственно, символ 122 не задан в кодировке. Все нормально, отлично. Наши символы работают, и давайте вернемся к обозначению ку, чтобы у нас все было как и задумано. Так, не надо большую ку, не надо маленькую ку. Отлично. Вот теперь давайте сделаем завершающий шаг, собственно, реализуем нашу функцию скраблирования. Давайте введем наше сообщение. Например, давайте вот так. Сойер шлет горячий привет. Так, дальше мы возьмем шифрованное сообщение. Прогоним его вот так, через скрамблер. И вот, собственно говоря, что нам нужно, чтобы получилось? Нам нужно, чтобы сообщение вывелось, потом вывелся его шифрованный вариант. Так, и потом нам еще один консоль лог, хитрый скрамблер, который шифрованное сообщение принимает на вход, и, соответственно, должен вывести наше сообщение на экран. Вот у нас пока выводится ошибка, потому что у нас, потому что у нас, так, function скрамблер message string ну и пускай будет база, там, result тоже string. Это будет использоваться в качестве базы для SID. Да, то есть мы можем шифровать с разной базой и, соответственно, получать разные ключи. Окей. Значит, давайте теперь, что нам понадобится? Нам непосредственно понадобится ключ, который, как я уже сказал, мы будем получать из random array. длина этого ключа будет по длине сообщения, а SID первоначально будет браться из базы. Отлично. Теперь нам нужно получить чар-коды, да, ну, давайте сокращенно их просто коды назовем, codes. Это будет из сообщения, мы его разделим на символы и прогоним нашим чар-ту-нам. Да, то есть мы получим набор кодов, символов, которые входят в наше сообщение. Сообщение должно быть, соответственно, представлено нашим алфавитом, нашим чар-сетом. Окей. Здесь возникает еще момент, что у нас теперь количество символов в чар-сете это и есть те значения, которые, максимальные значения, которые могут присутствовать в ключе, да, то есть чар-сет лэнгф. Это и есть модуль нашего случайного числа. Для этого давайте мы его, наверное, выведем на экран. Чар-сет лэнгф, чтобы знать, какой модуль у нас, у нашего алгоритма генерации случайных чисел. Теперь, собственно, когда у нас есть ключ, у нас есть коды, мы теперь можем вернуть результат. Значит, напоминаю, что мы к нашим кодам применяем ключ через XOR. К каждому коду отдельно. Соответственно, кодус map code. Дальше нам нужно нам to char нам to char преобразовать для code XOR кей, да, нам нужен еще индекс, потому что у нас ключ это просто массив чисел, поэтому нам нужен еще индекс в этом массиве. Так, теперь мы это сделали, и теперь нам нужно все сджойнить, то есть получить строчку, и тогда у нас скрамблер должен заработать. Отлично. И вот, что мы находим, что символ 0 не задан в кодировке. Откуда? Да, у нас есть в Сойере 0, действительно нехорошо получилось, мы каким-то образом пропустили 0. Ну, давайте его вот сюда в конец и добавим. Так, отлично, 0 мы добавили. Все. Вот наша кодировочка заработала. Сойер шлет горячий привет. Вот вариант закодированный, вот вариант декодированный. Как вы видите, все выглядит очень-очень прилично. И у нас с вами в алфавите 127 символов. Прямо очень хорошо. Но вот теперь давайте мы к этим символам добавим еще спецсимволы. Мало ли нам понадобится там вот так вот вопросик, запятую. Вот, допустим, такой набор символов. Там еще есть плюс-минус. и вот смотрите, что происходит. У нас теперь в кодировке здесь сейчас не показывается, но у нас в кодировке больше 120 символов, но меньше 158. К сожалению, давайте попробуем закомментировать, чтобы стало это более понятно. давайте вот наверное закомментируем, чтобы нам вывелся только размер нашей кодировки. В ней сейчас сколько получается? Так, что не обновляется? А, ну да, вот здесь вот этот скрамблированный вариант он нам тоже не нужен. Смотрите, у нас 140 символов кодировки, а в результате XOR получилось больше. Вот до этого у нас все было замечательно, потому что 127 символов это оптимальное значение, вот по какой причине. Давайте рассмотрим двоичное представление. Давайте я здесь вот эту часть экрана сделаю более черной. Значит, представьте, что у нас есть символ, у которого значение 100 это восьмерка и есть символ, у которого значение 3 единицы это семерка. Теперь представьте, что у нас всего 10 символов и это будет значение 1010 то есть 101 это 10 то есть у нас всего 10 символов это у нас 8 код Это у нас 7 код, меньше 10. А теперь, когда мы их наложили друг на друга, мы получили код аж 15. Да, по-моему, если я не ошибаюсь, это должно быть 15. 3, 7, 8, да, это 15. Получается, что когда у нас символов меньше, чем идеальное значение, а идеальное значение в данном случае будет 15, или как в нашем случае 127, да, было, я не буду сейчас все записывать, 127 — это тоже одни единицы. Их там 7 должно быть. Так, 5, 6, 7. Вот, это 127. Тогда в результате XOR максимальное значение будет 127, и мы всегда будем укладываться. Но как только у нас максимальное значение не является степенью двойки идеальным, тогда, соответственно, у нас возникает проблема, точнее, степенью двойки минус 1. Тогда у нас возникает проблема, что возможна ситуация, когда у нас символ будет выходить за пределы нашего массива. Поняли, да, в чем идея? Потому что когда мы XOR'им два значения, у которых нет совпадающих бит, они получают максимальное значение в диапазоне. Вот в данном случае у нас получился 158 при максимальном 140. Что в этой ситуации мы можем сделать? Ну, здесь мы можем применить магию XOR'а. Мы можем просто не шифровать, да, либо сделать, добивать так, чтобы у нас была длина нашего алфавита степенью двойки минус 1. Либо мы можем сделать следующим образом. В нашем случае у нас есть вот этот вот нам2char. Давайте, если мы можем преобразовать его, вот сюда мы добавим сейчас try нам2char. вот он, да, вернулся. Так, здесь не очень красиво, вот так вот, наверное, так. Try сделали. Это у нас функция заканчивается. Так, дальше сделали catch. И если у нас мы выскользнули за диапазон, тогда мы возвращаем нам2char просто того кода, который есть. То есть мы не шифруем. И как вы понимаете, раз мы не шифруем, тогда в следующий раз мы сюда передаем снова код, он снова накладывается на ключ, снова получается значение за пределами нашей кодировки, и он снова вернет нам2char, вернет нам наш символ. То есть этот символ не будет кодироваться. Не будет кодироваться. Так, если я ничего не напутал. Так, коды map. Так, так, так. Так, так, так. Здесь я напутал со скобками. Нам нужно вот эти скобки вернуть. Так, вот эту вот скобочку закрыть. Тин-тин-тин. Что не так? Так, функция закрыли. Я здесь чего-то напутал, да? Так, try-catch return. Это return нам2char. Так, где закрывается? А, вот, 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 вот этот я не вижу. Джоина здесь не надо. Он должен уйти сюда. Вот, все, нашли ошибку. Вот так. Теперь снова шифруем. Все. И все замечательно у нас зашифровалось за тем исключением, что у нас не шифруется неудачным образом размещенный пробел. Видите? У нас все пробелы в нашей последовательности, вот они. Они сохранились. И нам это не нравится. Что мы можем сделать? Мы можем, ну, например, поменять в данном случае базу шифрования. Мы здесь использовали 31. Ну, давайте поменьше поставим базу. Начнем с меньшего значения. Что будет тогда? Тогда, по идее, у нас должен сгенерироваться другой ключ. Сейчас мы вот так это сделаем. Должен сгенерироваться другой ключ. Так. И... И пробел сохраняется. Сейчас я посмотрю еще раз. Может, не сгенерировалось. Так, R14. Пробел сохраняется. Как неудачно он сохраняется. Окей. Значит, если у нас возникает такая ситуация, она возникает по одной простой причине. Он стоит на последнем месте у нас, этот пробел. Поэтому давайте его замаскируем. Поставим на первое место. И тогда добавление. Видите, там надо смотреть двоичный код 140. Скорее всего, он еще там с единицами, с нулями не очень интересно совмещается. Ну, и вот так уже гораздо лучше. Смотрите, что у нас получилось. У нас получилось беспробельное значение. Пробел мы спрятали в самом начале. Соответственно, у него нулевой код. И, соответственно, он вообще не шифруется. На него накладывается только значение ключа. И, собственно говоря, какой она есть, у нас пробел здесь, в принципе, должно... Он должен появляться только когда у нас ноль накладывается на ноль. Все здорово. Все здорово. Теперь у нас появляется некая строка. Она шифруется в другую строку, которая потом замечательно все дешифруется назад. Отлично. Мы сделали шифратор. Вот теперь к тому заданию, о котором я говорил. Как вы понимаете, это очень не криптостойкое шифрование. Оно основано на линейном конгурентном методе. И его очень легко взломать. Вот прямо очень легко. Особенно с учетом того, что мы сейчас зашифруем семантически корректную фразу. То есть она будет содержать смысл. И, соответственно, поэтому это шифрование будет легко взломать. Соответственно, первый, кто взломает и прочитает инструкцию, зашифрованную инструкцию, и выполнит ее, получит, как я уже сказал, на моей платформе, sawer.pro, доступ, платный доступ к архитектурным стримам. Их там порядка уже 30 почти, там 27. И этот доступ будет совершенно бесплатно. Если вам интересно продолжить эту тему шифрования, потому что, например, сейчас у нас все шифрование строится на том, что известен чарсет, то есть я его не скрываю, я его показываю. Соответственно, его легко взломать. Но если бы он был неизвестен, то насколько сложнее, либо проще было бы взломать этот шифр, основанный на линейном конгурентном методе. Об этом можно поговорить в отдельном видео. Если будет много комментариев с просьбой и с мыслями, что еще можно по этой теме рассказать, то я сниму видео. На самом деле, если даже этот чарсет скрыть, есть нюансы, которые не делают более защищенным этот метод. Точнее, он становится более защищенным, но не настолько, чтобы стать сопоставимым с нормальными методами шифрования. Сейчас будет в конце зашифрованная фраза, и она же будет в первом комментарии к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok